День святого Миколая День святого Миколая День святого Миколая После службы готовились лепешки медовые и раздавали всем прихожанам Эта традиция настолько быстро прижилась в Европе и распространилась везде Что до сих пор она сохранилась То есть, во-первых, это красиво и вкусно Да, это очень красиво, мы сегодня пришли не с пустыми руками, а принесли нам очень вкусные прянички Можно будет попробовать Но я уверен, что как и в прошлый раз, Яна все заберет себе А, кстати, по поводу, насколько они диетичны? Вот, то есть, как много калорий в таком прянике? Ну, во-первых, это мед Начнем с того, что этот пряник полностью натуральный То есть, туда кладут мед и много пряностей Корицу, имбирь, гвоздику Ну, вот, если понюхать поближе Сплошные витамины Ну, витамины это, мягко сказано Это вкусненько Это вкусненько Ну, если ребенок говорит, что это вкусненько, значит точно Просто получается так, что одна из легенд говорит, что Святой Николай Родился в семье довольно богатой Но так как он очень много делал добрых дел Все свои богатства он раздал бедным и нуждающим И одна из легенд говорит о том, что в Европе было три бедных сестры родных Которые хотели выйти замуж И он настолько хотел им помочь, что решил в ночь Ночью пролезть как-то в дом и оставить деньги Ну, не знал, как это сделать И он решил просто через дымоход закинуть их А получается, что, ну, сестрицы чулки там сушили И он побросал деньги И получилось, что утром, когда они подошли к камину Они увидели там в чулочках денежки И уже на следующий год все девушки, которые хотели выйти замуж Они... Сразу видно, что девочкам очень нравится в городе 512 Потому что чувствуют себя как дома Я думаю, что пройдет не так много времени У нас поменяется ведущий Мы с тобой, Яна, пойдем на пенсию Нас заменят молодые и талантливые Да, я так и вижу, что начинается город 512 И девочки говорят, с вами Маша и Даша Вот, так что до сих пор, получается, мы почему-то ждем, что это будет сапожочек, чулочек и туда Хотя в последнее время и под подушкой Вот послушные дети находят сладости и пряники Девочки, вы находите под подушкой что-то вкусненькое? Находите? А непослушные дети там находят розги Розги? А вы когда-нибудь находили розги под подушкой у себя? Не доходило Ну, как бы, в принципе, если постараться, то можно найти Я так думаю Мне кажется, вот в наше время вряд ли получится залезть и оставить что-то вот дома Потому что новая полиция в городе появилась Да, это точно Стерегут покой и порядок, поэтому никто не проберется Под подушку Да Ну, не знаю, как, в принципе, можно башмачок выставить у порога Башмачок тоже, это традиция европейская Вложили туда подарки Да, ну, кстати, еще год назад этот башмачок бы унесли, а сейчас Да, 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 с этими пряничками Вена, скажите, небольшой рецепт для наших телезрителей Я понимаю, что уже вечер, 19-го числа То есть подарки уже вручены, но на следующий год У меня нет еще подарков, так что можно Почему? Я сразу... Так, давайте мы немножко успокоимся и расскажем про эти прянички Даша, расскажи, кто эти прянички у нас готовил? Кто? Это секрет Ну, давай расскажем Мы шли к вам в гости, и потому мы решили сделать праздники для вас Мы приготовили пряности добавили И, естественно, Машенька, расскажи Была легенда, что в давние времена... Очень давно на этот праздник Добрые волшебницы Ну, когда готовили праздник, они тогда добавляли пряности Много разных... Ну, расскажи нам Это какая-то секретная история Говорит, а в следующей серии больше Просто раньше этот пряник даже заговаривали То есть считалось, что этот пряник даже может быть лечебным То есть конкретно под ребенка, допустим, там приготовили пряничек Добавили туда мед, пряности Ну, расскажи ты Мне кажется, точно, в действительности не хотят рассказывать секрет Мы никому больше не расскажем Больше никто... Очень давно Волшебницы готовили эти пряники Волшебницы готовили эти пряники Пряники, вложили туда пряности, травки И обязательно надо было заклинание Чтобы ребенок, который съедает этот пряник Какой он станет? Здоровый, красивый, влюбленный, милый А, влюбленный? Ну, вообще главное, это послушным Послушным Нам очень не хватает таких пряников Так мы вам приготовили Вот вы съедите наши пряники И вы станете влюбленными, милыми, красивыми Отлично, мы этим и займем Как раз сегодня и займемся Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня к нам в гости Девочки Я вижу, что вы очень послушные и хорошие девочки Приходите к нам в гости еще А я надеюсь, что я все-таки сегодня под подушкой Обнаружу какой-то подарок, а не розы Ну, если вы были целый год послушными То, естественно, будет там какая-то сладость Мам! Ну, если же, мы исправили Спасибо большое Да, спасибо вам Спасибо вам Друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорили о праздничных пряниках И в гостях у нас была Елена Шагай С мастерской сладких подарков Вместе с Дашей и Машей С мастерской сладких подарков